Вот есть ощущение, что слабость и несамостоятельность европолитики – это весьма недешевый проект одной далекой страны. Нет, нет, вы совершенно правы. Вот эта 70-летняя политика, планомерная, настойчивое влияние и промывание мозгов со стороны Америки сыграла свою роль. Это раз. Второе. Кадровая политика решалась за океаном. Там взращивались вот такие Елены Бербоки, которые совершенно никуда и ни во что. Туда вкачиваются миллиарды влияния, институты, 24 часа в сутки. Они выбирают молодежь потенциальную, дают им бесплатные стипендии, накачивают свои идеологии. И вот этот продукт сейчас правит Европой. Раз. Второе. На каждого из тех, кто прорывается или проходит к власти, заводится дело. Прослушка и прочее. Это же не просто ради того, чтобы время хорошо проводить и слушать. Нет. И до тех пор, пока мы соглашаемся с американской доктриной, идут обнимашки, аж ребра трещат. Как только мы начинаем, ну что-то немножко говорить, слушайте, ну вот тут это нашим интересам не очень, начинаются упреки. И когда кто-то осмеливается, кто не был в этой обойме, сказать, что а вот это вот нам совершенно не подходит, тогда на стол ложится папка с документами, с элементами управления и давления. Здесь надо понимать, а зачем? Зачем американцам вот то, что они сейчас сотворили с нашей экономикой? Очень простой ответ. Работает сейчас план по уничтожению платежеспособности 600 миллионов человек на территории Европейского Союза. Уничтожение экономики как конкурента и человека как платежеспособную единицу. Это сильно влияет на экономику России и остановит развитие Китая. Вот и все. Мы просто сейчас на жертвенном столе. А новая эскалация конфликта на Балканах – это тоже часть этого плана? Ох, не только это. И Армения, Азербайджан – это продуманная концепция уничтожения последнего конкурента, которая еще стоит. Если Россия не справится с этой задачей, которая перед ней стоит, Америка получит опять свою былую гегемоническую власть над всем миром и займется Китаем. Мне очень печально, что Китай пока еще в этом не разобрался. Но вообще-то атака идет против него. Россия и мы здесь такой инструмент просто давления на это. Китай – основная страна, против которой сейчас Америка хочет выступить. И поэтому мы попали вот между этими жерновами. Между этими жерновами, очевидно, и Беларусь. Вот где место Минска в новом мире? И как вам видится наша стратегия выживания? Ну, это те последние якоря, которые держат еще мир от скатывания в полную пропасть вот этого Содома фашизма. И вот в этом многополярном мире вот такая философия и психология, которые Лукашенко открыто провозглашает, будет иметь место. Да, мы суверенная страна, мы работаем в интересах своего народа, уважая интересы всех соседей, с которыми мы должны, обязаны и будем дружить. А другая идеология, что нету суверенитета ни у каких стран, есть суверенитет. Европейский Союз – это же почти классический пример Советского Союза, только в 4 раза влияние Брусселя, многократно выше, чем влияние Москвы в самые процветающие годы Советского Союза. Человечество вернется к своей идентичности, национальной идентичности. Никто не отменял, ну, кроме как у немцев. У немцев ее отменили. И за эти годы послевоенные ее просто стерли. Поэтому легко с нами так обращаться. Все правильно, позиция правильная, ее надо выдержать, и время все расставить на свои места. Ну что ж, благодарю вас. Это был Вальдемар Герт, экс-депутат Бундестага на связи из Берлина.